В проекте Zargates начался пятый сезон, и это последняя возможность заработать токены до полноценного запуска. Напомню, что сейчас проект находится в ранней стадии, когда по сути тестируются и оттачиваются все механики, а игроки в этом помогают разработчикам. В ответ на это разработчики дали нам возможность заработать токены проекта прямо сейчас, еще до запуска. Как вы помните, для этого нужно играть в игры, выполнять задания и получать за это монеты. Эти монеты мы обмениваем на билеты, в каждом из которых и находится некоторое количество токенов. Позже мы сможем открыть билеты и забрать токены, или продать их на игровом маркетплейсе другим игрокам. Но главное здесь то, что после полноценного старта платформы билетов больше не будет распределяться, и токены станет получить значительно сложнее. Так как же наиболее эффективно воспользоваться оставшимся временем, чтобы купить как можно больше билетов? Ответ тут игра Endless Siege, в которой можно заработать больше всего монет для приобретения билетов. Вы на канале CoinExplain, и сейчас я расскажу, как выжать максимум из последнего сезона и получить больше билетов. Ранее я уже выпускал два видео гайда о том, как играть в эту игру, которая раньше называлась Retro Drop, и как зарабатывать там больше остальных. Первый гайд был на 100 тысяч монет, второй на 130 тысяч. И вот теперь я хочу рассказать о новой стратегии, которая даст вам ключ к заработку 150 тысяч за каждое прохождение, и по которой я играю сам. Эта стратегия сложнее предыдущих, и на некоторых картах ее реализовать не получится, но в большинстве случаев она отлично сработает и даст вам минимум 150, а иногда и более 160 тысяч монет. Давайте без лишних слов приступим к игре. Я играю на скорости x3, но вам не нужно делать так же, это увеличит сложность, играйте сперва на x1. Так вероятность повторить все нужные по стратегии действия выше. Ключ к успеху – это прохождение первых 50 волн без остановки, запуская одну волну сразу же за другой. Так вы обеспечите себе достаточный доход, чтобы выстроить надежную оборону. Для того, чтобы пройти 50 волн, почти всегда я использую лазер. Но начать нужно с пушек и башни Тесла. Первым шагом всегда требуется провести анализ карты, чтобы найти удобное место установки лазера. Это будет всегда точка ближе к концу пути врагов, просто потому, что будет невозможно удержать толпу ближе. Ваша задача – найти на карте такое место, где можно было бы поставить лазер так, чтобы он бил по прямой как можно большей длины. По моему опыту, 5 клеток – минимально допустимое количество, если помогать лазеру другими башнями. На данной карте мы видим отличное место в начале пути – длинная прямая дорога. Но для установки лазера нужно накопить денег, и до этого момента приходится сдерживать врагов другими башнями. Здесь, так близко к началу пути, это невозможно. Поэтому минимально подходящее место я вижу вот на этой точке. Лазер будет стрелять вправо, и есть место для дополнительных башен поддержки. Найдя место для лазера, я решаю, куда установить пушку. Чаще всего я использую схему защиты из 10 пушек, 1 башни Тесла и 3 башен замедления. Эта группа почти всегда способна задержать врагов до того момента, как я накоплю денег на лазер. Напоминаю, что устанавливать лазер нужно только тогда, когда у вас хватает денег на прокачку башни сразу до лазера. Иначе денег понадобится больше, и вы не сможете их накопить. Подробнее вы можете узнать из моих предыдущих видео, например, вот из этого. Итак, начинаю ставить пушки. Ставлю их таким образом, чтобы они работали сообща, помогая друг другу, атакуя одну небольшую область. Это важно, поскольку враги лечатся, и растянутая линия обороны менее эффективна, чем концентрированная. Все пушки прокачиваю до 10 уровня. В ключевые места устанавливаю башни замедления, прокачивая их до 5 уровня. Они помогают атакующим башням нанести больший урон врагам. Башню Тесла я устанавливаю либо после того, как уже поставил 10 пушек, либо раньше, в зависимости от конкретной карты. Иногда это важно. Теперь я накоплю денег на лазер. В идеале, я хотел бы установить его в тот момент, когда враги не прошли еще точку, которую захватывает его атака. И тогда лазер становится тем препятствием, которое они не могут преодолеть. Однако это не всегда удается. И в данном случае, когда я наконец устанавливаю лазер, несколько мобов уже прошли зону его атаки. Но это не проблема, поскольку их уничтожают другие башни, в основном Тесла. Обратите внимание, что я настраиваю лазер на атаку последнего моба, выставляя значение Last в этой настройке. Это значит, что башня будет целиться в того врага, который последним вошел в зону ее поражения, обозначенную красной окружностью. В данном случае это ключевая настройка, ведь идущие по дороге враги направляются в сторону к лазеру, и значит последний будет находиться максимально справа. Так что лазер будет стрелять идеально по прямой направо, поражая всю дорогу и всех юнитов на ней. Если бы враги шли по направлению от лазера, нужно было бы оставлять настройку на значении First, то есть на атаке первого юнита. Обновите лазер до пятого или шестого уровня, и этого должно хватить на то, чтобы он не пропустил ни одного врага мимо. Запустив все 50 волн, я просто жду, пока вся эта толпа разобьется мою оборону, и мне останется забрать бонус. Обычно я выбираю бонусы в таком приоритете – баллисты, деньги, лазеры или пушки. Но вообще-то, чтобы заработать 150 тысяч монет, бонусы вам не нужны. То есть с хорошим бонусом будет легче, но все это можно сделать и с любым. Смотрите, мне выпал практически бесполезный бонус. И как вы увидите позже, мне это ничем не помешает получить свои 150 тысяч монет. Теперь еще одна ключевая часть стратегии. Мы получили начальный запас денег, но этого мало. Что я имею в виду? Дело в том, что игра устроена таким образом, что чем раньше вы нажимаете на кнопку запуска новой волны, тем больше денег за это вы получите. Если вы запускаете волны нон-стоп, то вы будете получать за каждую гораздо больше, чем если делать это по одной. А чтобы выстроить хорошую оборону, вам понадобится много денег. Запустив 50 волн без перерыва, мы подняли заработок почти в два раза от базового. Но этого нам все равно не хватит. Теперь нужно запустить еще минимум 15 волн нон-стоп, чтобы поднять заработок монет до приемлемого уровня. Но вообще, чем больше волн вы сможете запустить и пережить, тем лучше. Танная карта довольно простая и позволяет пережить запуск волн минимум до 84-й, без остановок. Для этого нам нужно поставить два лазера друг напротив друга на этой прямой. Лазеры, работающие вместе, намного эффективнее тех же лазеров, стоящих последовательно. Ведь в паре они не позволяют врагам эффективно лечиться. Есть карты, где вы сможете поставить по три лазера на одной стороне и по три на другой. Это максимум, когда шесть лазеров будут работать по одной прямой, и это крайне эффективно. Но на данной карте место есть лишь для двух. Однако, недостаток в лазерах нам помогут компенсировать пушки третьего типа. Если вы играли раньше и испытывали топовые пушки, то знаете, что они были довольно малоэффективны. Однако, с тех пор их неплохо прокачали, и теперь это полноценный и очень полезный элемент защиты. Я знаю это точно, потому что мы с подписчиками специально испытывали пушки в разных ситуациях и на разных картах, пытаясь найти им лучшее применение. И до обновления это оказалось не слишком результативным. Зато теперь пушки действительно помогают в игре, и их стоит использовать. Это мы тоже выяснили доподлинно в нашем телеграм-канале. Кстати, прошу вас потратить несколько секунд и подписаться на этот канал. Мне действительно важно, что вы смотрите мои видео, и ваша подписка поможет развитию канала. А также рекомендую присоединиться к моему телеграм-каналу, где я публикую новости и обзоры проектов гораздо чаще, чем здесь на ютубе. Ссылка есть в описании, а теперь вернемся к стратегии. Итак, первым делом я продаю поставленный ранее лазер. На том месте он мне не нужен, а деньги от продажи пойдут на установку нового, без необходимости копить их несколько волн. Не всегда так нужно делать. Иногда удается поставить лазер в таком месте, где он будет полезен всю игру. Но тут не такой случай. Первый лазер ставлю по ходу движения мобов, и его настройку стратегии не меняю. Тут же прокачиваю его до седьмого уровня. Этого пока достаточно, хотя на некоторых картах нужно будет качать лазер до меньшего уровня, чтобы сэкономить. Вдоль пути я расставляю башни замедления через одну клетку. Они помогают лазеру нанести больший урон врагам. Все готово, и я начинаю запускать волны без пауз. Моя задача накопить на второй лазер. На тех картах, где его будет некуда поставить, я буду копить на пушку третьего типа. Накопив деньги, я покупаю второй лазер, тоже обновляя его до седьмого уровня. Обратите внимание, что настройку стратегии я меняю на ласт. Ведь враги на этот раз будут идти по направлению к лазеру. Теперь я коплю на мощные пушки. Они будут помогать лазерам добивать слабых противников, поэтому я буду ставить их так, чтобы область их атаки пересекалась с прямой обстреливаемой лазером. Вместо покупки новой пушки, я прокачиваю одну из уже существующих. До третьего-пятого уровня. И продолжаю копить на следующую. Мне нужно поставить еще минимум две или даже три штуки. Как только мне хватает денег, я прокачиваю еще одну пушку до третьего типа. Тут можно и остановиться. На многих картах мне уже пора перейти к баллистам, чтобы добивать быстрых, но слабых врагов. Но здесь можно поставить еще одну пушку. Все это время я продолжаю запускать волны без остановок одну за другой. Так я получаю максимум денег и создаю себе хороший заработок в будущем, когда волны придется запускать по одной. С пушками я закончил, теперь нужны пара баллист третьего типа. Ставлю первую и обновляю до четвертого уровня. Место установки выбираю такое, чтобы баллиста помогала остальным башням справляться с кучей врагов. Следующим шагом я решаю обновить лазеры до восьмого уровня. Сложно дать точный алгоритм действий и объяснить, почему именно так. Скорее это вам станет видно с практикой. И последним шагом я ставлю еще одну баллисту. Все. На этом я заканчиваю запускать волны нон-стоп, и у меня сейчас восемьдесят третья волна. На некоторых картах можно запускать волны и дальше, покупая больше башен. Например, я помню карту, где удалось запустить волны до сотой включительно. Но здесь я не рискую двигаться дальше. На самом деле, чтобы точно получить сто пятьдесят тысяч, хватит запустить волны до шестьдесят пятой включительно. При этом денег уже будет приходить достаточно. Теперь будьте внимательны. Волны восемьдесят седьмая и восемьдесят восьмая довольно опасны. Я предпочитаю не рисковать и запускаю их раздельно. Это незначительно повлияет на заработок, но точно не создаст мне проблем. Иногда их можно запускать и вместе, зависит от мощности вашей защиты. Теперь моя задача ставить только баллисты третьего типа. Ни новых пушек, ни лазеров я ставить уже не буду. Все деньги трачу только на баллисты, основу обороны на любой карте. Я ускорю видео, поскольку ничего значительного тут не происходит. Добавлю только, что после восемьдесят восьмого уровня я обычно запускаю две волны до девяностой. А с девяностого уровня можно запустить сразу пять до девяносто пятой, а иногда даже все девять до девяносто девятой. Но все же я предпочитаю делать паузу на девяносто пятом уровне. После сотого уровня я запускаю волны по две до сто шестнадцатого включительно. А после сто шестнадцатого начинаю запускать волны только по одной. Как я и говорил, все внимание сейчас на установке новых баллист. Я сразу обновляю их до четвертого уровня. Стандартная настройка стратегии атаки для всех баллист в начале игры – фёст. Но ее нужно будет поменять на уикист, то есть слабейший, начиная примерно с девяностого уровня. Оставьте несколько баллист с настройкой фёст, тех, которые установлены у самого финиша трассы. Так вы обеспечите уничтожение быстрых и слабых юнитов по всей длине пути, но оставите и башни с приоритетом на первых добежавших до финиша юнитах, кем бы они ни были. Еще одной крайне важной задачей является установка двух телепортов – это башни замедления третьего типа. Их нужно устанавливать как можно ближе к финишу трассы, но так, чтобы они не забирали юнитов изначала. А это бывает, ведь часто карты построены так, что финиш находится почти там же, где и старт. В этом случае нужно выбирать места для телепортов, максимально близкие к финишу, но все же такие, чтобы телепорты не захватывали старт или середину трассы, что бывает нелегко. Вообще, от правильной установки телепортов зависит довольно многое, так что внимательно подойдите к этому вопросу. А без телепортов вообще вы не сможете получить 150 тысяч. На этой карте все просто – ставим телепорты на самые ближайшие к финишу точки. Вначале хватит и двух, но позже нужно будет добавить третий, так что заранее можете забронировать ему место. Дальнейшая стратегия сводится к одному – копим деньги на паллисту, устанавливаем, прокачиваем, снова копим деньги на следующую. Когда вы займете все клетки на поле, начинайте либо менять на паллисты башни замедления, либо, если баллист и так уже очень много, просто обновляйте их до более высоких уровней. Желательно добиться шестого или седьмого уровня для всех, в зависимости от их количества и ваших заработков. Действуя так, вы спокойно дойдете до 130 уровня, и это будет начало сложного этапа, поскольку волнами будут приходить юниты, вылечивающие как сами себя, так и союзников. Раньше они тоже были, но были слабыми, а со 130-го они станут весьма живучими. Вот тут-то вам станут жизненно необходимы телепорты, без них пройти эти уровни не получится. Если прошли 130-й, то 131-й пройдете точно, он проще, и до нашей цели в 150 тысяч останется всего ничего, какая-то одна тысяча. Теперь уже почти наверняка вы ее заработаете, даже если не пройдете 132-й уровень. У меня это получилось, хотя и с потерями, но вот 133-й меня все же добил. Если у вас есть артефакт, щит, который можно было получить с дороги трофеев, или можно будет купить на рынке, то вы имеете больше сердечек, чем обычный игрок, до 45 штук. И это поможет вам пройти 133-й уровень, а за ним и следующий. Если их пройти, сложность резко снизится, и можно будет относительно просто дошагать вплоть до 145-го уровня, где снова придут вылечивающиеся мобы, и скорее всего дальше вы не пройдете. Но это и не важно, ведь наша цель в 150 тысяч уже выполнена, а на 145-м уровне у вас будет уже сильно больше 160 тысяч. Дальнейшие уровни не принесут большого дохода, если, конечно, вы не попадете в топ-10 игроков, но это уже другой уровень. И кроме того, вам обязательно должно повезти с бонусом из сундука, иначе в топ-10 попасть практически нереально. Если у вас есть артефакт молот, полученный из трофейной дороги, или купленный в будущем в магазине, вы можете сразу умножить ваш выигрыш в 2, 3 или 4 раза, в зависимости от редкости артефакта. А воспользовавшись бустами, вы можете довести свой выигрыш до нескольких миллионов монет за раз. Например, я стараюсь играть, имея буст не меньше тысячи, а иногда и полутора тысяч процентов. И, конечно, у меня есть золотой молот, так что в удачные дни я могу получить за одну игру до 10 миллионов монет, что позволяет мне купить сразу два золотых билета с токенами. Я стараюсь покупать их на все, что зарабатываю, поскольку верю в их ценность и перспективы проекта Заргейтс. Желаю и вам делать так же. Помните, что у нас остался всего лишь один месяц, один сезон для того, чтобы заработать максимум билетов и получить из них максимум токенов. Так не теряйте времени и действуйте. А если вы досмотрели это видео до конца, вы знаете стратегию топов, и ничего не мешает вам ей воспользоваться, чтобы стать одним из них. Спасибо за ваши лайки и подписку, вы ведь подписались, правда? И до встречи в новых видео!